Добрый вечер! Нуждающиеся где-то 7 тысяч, но если в Риге задекларировано где-то 700 тысяч человек, из них 7 тысяч нуждающихся, это 1% получается. По сравнению с кризисным временем, когда у нас был кризис, и за 3 месяца этот статус от 7 тысяч мы получали где-то 40 тысяч человек, конечно, ситуация намного улучшилась в городе Риге. Давайте, может быть, немного проясним, кто не знает статус малоимущих и статус нуждающихся. В чем вообще отличие? Главное отличие в этих статусах в размере доходов на каждого члена семьи. Оценка, ну как мы приходим к этому статусу, про сам процесс одинаковый, но разница именно в размере доходов. Если мы говорим, что малообеспеченная семья или человек, тогда доход на одинокого, ну человек, который живет один, если он пенсионер или инвалид, это в размере 400 евро за последние 3 месяца. Если это семья, где есть трудоспособные или дети, это 320 на каждого. Это будет статус малообеспеченного за последние 3 месяца. Статус нуждающихся вах, это на каждого члена семьи за последние 3 месяца не должно превышать доходы 128,06 евро. Это самая принципиальная разница. Ну вот вы сказали, что первый главный критерий это средний уровень дохода, а как его правильно рассчитать? То есть как люди могут рассчитать, что именно считается доходами? Ну не все так просто, это одна статья, потому что по законодательству есть две компоненты этого статуса. Одна это материальное положение, и второе это денежное положение. Денежное положение можно рассчитать очень просто, ну например, на 103, у нас за последние 3 месяца общий доход на всех троих 300 евро, делим на 3, получаем 100 на каждого, значит у нас статус нуждающийся. Ну так примерно. Но самый, конечно, самый длительный процесс это уже как бы это материальное, ну не материальное, а мантиска, ну материальное. Там очень много всяких нюансов, которые обговорены и в правилах министров кабинета, и в самом законе, что берется во внимание, что не берется в внимание. Это тоже относится к материальной стороне, например, пособие, которое платит государство для детей, это не берется в внимание. Также там есть пособие по инвалидности, ну там очень много... То есть это не доход? Это как бы ваш доход, но государство сказало, что его не надо брать во внимание, ну потому что это целенаправленные какие-то деньги, которые идут на какую-то конкретную цель. Также расписано, какие материальные вещи у вас могут быть. Например, если у вас есть квартира в Риге, одна, ну значит это не берется во внимание. Если у вас квартира в Риге и там частный какой-то участок в 600 квадратных метрах где-то около О-лайна, значит вы такой статус не можете получить. Несмотря на какие есть у вас материальные доходы, статус в прямом виде вы такой не можете. И там тоже очень много разных таких нюансов, например, накопление в банке, есть ли у вас СИА, есть ли у вас договор по уходу, который заключили с кем-то. Ну там очень много таких нюансов, поэтому вот так вот сказать, что вот ответить на вопрос, например, я сквалифицируюсь, так вот прямо здесь сидя это невозможно. Будем далее разбираться в этой проблеме, давайте сначала подключим к нашей беседе и телезрителя, принимаем телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, я пенсионер, у меня пенсии 85 евро, как мне верить на это, я не знаю, что мне делать. Дрог нет, на что топить печку. Спасибо за вопрос, да. Нет, ну вот если судить по той информации, которую сказал человек, ну просто предоставил на данный момент, он, конечно, получается, что у него есть статус нуждающегося, потому что его пенсия ниже. В Риге есть так называемый, в Латвии есть такой термин как гайми, гарантированный минимальный доход. В Риге таких уровней три, например, для пенсионера и инвалида это 128,06, для несовершеннолетнего ребенка это 64,03 евро, и, ну как для нас работоспособных, этот уровень 56,91 евро, ну центов, 91 центов. И как, что это значит, это значит, что вот город Риге сказал свою добрую волю, что вот каждому рижанину при каких-то конкретных обстоятельствах такая сумма денег должна быть как минимум в месяц. Если мы берем этот пример, значит у него человек, ну округлим, там 85 евро пенсия, значит мы минусуем 128, получается цифра минус, с минус, с знаком минусов, он бы как бы, у него есть шаг, ну и смысл претендовать на это пособие до доплаты до 128. Конечно, я не могу сказать, что, ну стопроцентно, потому что вот есть еще следующие, мы проверяем, ну какое есть, ну по базе замес грамоты, какие имущества, какие машины, какие транспортные средства, какие люди должны предоставить выписку из банка. Это не наши капризы, да, это просто, чтобы полноценно и правомочно принять решение, то, что все спрашивает социальный работник, даже не социальный работник, а то, что спрашивает специалист, который обслуживает пособие, он ничего не придумывает. Это не он там придумал, хочу, спрошу, скачу, это целый процесс, который расписан и по пунктам должен пройти. Если насчет дрова, конечно, при таком условии есть в Риге и жилищное пособие, при том случае, если вы имеете право получать ГАИМИ, ну я могу сказать, почти стопроцентно вы сможете получить пособие на жилье, которое в том числе и оплату дров. Там тоже расписано, есть критерии, они, ну, например, на одну печку там три стера, ну, если вы отопление печное, если газовое одно, ну, там всякие разные критерии, это невозможно ответить. Но, еще одно условие, если у вас, одно из двух, если у вас эта же квартира, ну, как бы личная, ну, своя, или у вас есть договор с хозяином квартиры, ну, что вы имеете право там жить. Если такого договора нет, ну, извините, тогда пособие вы не получите. Ну, это, ну, просто правила такие. Ну, в любом случае, куда обратиться нашему телезрителю? В любом случае, если люди чувствуют или как-то посчитали и, ну, рассчитывают на какие-то пособия, конечно, надо искать информацию. У нас есть 11 территориальных центров. Лучше всего информацию, ну, по месту жительств, по адресам, по Риге они распределены. Лучше всего, конечно, это обращаться, есть бесплатный телефон, если, ну, вообще, вы первый раз об этом думаете. Лучше всего сперва позвонить по нашему бесплатному телефону. Это 8000-5055. Ну, если сейчас 21 век, можно, конечно, посмотреть информацию в страничке Департамента благосостояния. Это ld.riga.lv. Там тоже можно есть, можно найти, там есть карта по адресам, где, ну, какой территориальный центр. Там и есть все контакты территориального центра. Ибо по бесплатному телефону вам тоже дадут вся информация по приему, по когда, куда идти, какой адрес, какое время. Продолжение нашего выпуска мы еще раз напомним этот бесплатный телефон нашим телезрителям. А пока подключим еще одного дозвонившегося до нас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, если человек малоимущий, который получает пособия, там, 56 евро в копейку, грубо говоря, 57, например, он лежит в больнице, дочь высылает 30 евро. Имеет ли право потом социальная служба выщить этих 30 евро? Из следующих пособий. Это первый вопрос. И второй вопрос, это касается лично меня. Я в данный момент, я в данный момент, пенсионного возраста, 25 декабря, полных 63, у меня 25 марта. Я была на прособия, я была на прособие, так как у меня сейчас еще не все документы пришли, которым можно восстановить стаж, я обратилась в социальную службу. Мне социальная служба назначена этих 57 евро, но в декабре была ситуация, нужно было ехать на похороны. Оформили кредит на мой счет, кредит 24, 100 евро, у меня их назад выплачивала. Теперь у меня из моих этих 57, вот, по 33 с чем-то высчитать, то есть я получила 24 евро с копейками, вот, как мне выжить, как я могу заплатить за запрос. Спасибо большое, мы вас поняли, спасибо. Спасибо, ну давайте, может быть, с первого вопроса начнем, да, о помощи. Если при очень простом вопросе, очень простой ответ, да, имеем право. И в первом случае, и во втором? Второй, я может, там, насколько я понял, потом, ну, немножко поясню насчет первого. Социальная помощь, она, ну, она как бы не рассматривает, ну, повод, да. Да, вот, любые деньги, которые вам кто-то перечислил, мы смотрим на них, как ваш доход, да. И нам не интересует, как государственную госслужбу доходов, откуда вы получили, от кого вы получили. Если вам перечислили эти деньги, значит, это ваш доход, да. Есть, конечно, нюансы, там, я столько каких-то разных разговоров и поводов слышал, но это можно, конечно, разговаривать, писать объяснительно, это рассматривается индивидуально. Насчет второго вопроса, если я правильно понял, ну, то, что я слышал, человек, период, когда он не получает пенсию, значит, он пришел в службу, служба оформила ему пособие по его статусу, по нормативам, на актах, и человек решил взять кредит. И теперь за этот кредит, конечно, надо, ну, расплачиваться. Это не служба с него снимает проценты. Мы выплачиваем то, что положено по законодательству, а то, что рассчитывается за кредит, это тоже мы во внимание не берем. Это личное, ну, как бы, мы очень стараемся не вмешиваться в личные решения человека. Это его личная ответственность, его личное решение, что, как он, ну, организует свою жизнь. Какие наблюдаются тенденции? Людей становится больше, кто обращается за помощью? Нет, то, что это именно за материальную помощь, ну, людей обращается меньше. Это видно по цифрам, потому что в прошлом году в феврале было выше 8 тысяч нуждающихся, сейчас уже 7. Ну, это главная цифра, которая, ну, как бы, показывает тенденцию. Это значит, что пособие идут, как бы, общая сумма пособий идет вниз. То, что растет, ну, как бы пропорционально. Бюджет нас общий не меняется. Ну, можно сказать, что вот все хорошо, там, деньги на дорогу будет больше. Нет, наш бюджет не меняется. Почему? Потому что очень, та часть, которая уходит с пособий, уходит на, как бы, организацию социальных услуг жителям Риги. А там тенденция очень, ну, именно вот людей, которых в пожилом возрасте и людей с инвалидностью становится, ну, не так, как крайне очень, ну, много, да. Ну, они, эта цифра стабильна. И этот спектр услуг, им все больше и больше нужна эта помощь по дому, по каким-то, по транспорту и остальные какие услуги, которые предоставляет служба. Если вернуться к средней цифре уровня дохода, если она у вас рассчитана буквально до цента, если будет больше на один цент или на один евро, как-то это индивидуально будет рассматриваться, этот вопрос? Или все, на один цент больше ничего не положено тогда? Конечно, всего проще ответить один цент больше и все. Потому что всегда есть, ну, тоже нас упрекают в этом, вот, ну, один цент больше, ну, вы, вы как звери, вы меня не понимаете. Ну, можно нас называть как хотите, но до какого уровня мы будем рассматриваться? Ну, скажем, хорошо, 10 центов. Придет человек, у которого 11 центов больше. Ну, вопрос, ну, так не решается. То, что я могу сказать, если, особенно если есть дети, ну, мало-мало, несовершеннолетние дети, это, конечно, как бы главный приоритет социальной службы и вообще социальной системы, особенно в Риге. Это, конечно, надо говорить индивидуально, потому что у нас есть инструменты и решения, которые мы правомерно можем помочь, ну, в том случае, который конкретно нужен. Но это разговор уже не с инспектором, который оформляет пособие. Это надо обращаться, искать в центре, есть социальные работники, особенно если есть работники по, ну, со семьями социальными, то надо обращаться к ним. И, кстати, этот, ну, с ними разговаривать и в общей с ними искать решение. Потому что возможности есть, но только надо с нами разговаривать. Еще один телезритель хочет высказаться в эфире нашей передачи. Дадим ему это право. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слышим. Такой вопрос. Я инвалид первой группы. Инвалид первой группы? Я инвалид первой группы. И я получаю 100 эйр, но мне не прожить на эти деньги. Какая мне помощь положена? Мне на два года дана, вот, первой группы. Я онкологически больная. Ну, как сказать, ну, не прожить на эти деньги. Вот, мне положено, что или нет. Пожалуйста. Спасибо большое. Я могу ответить только в общем. Да, это не будет ответ на конкретный вопрос. Ну, на вопрос, да, но конкретного человека. Опять же, надо это смотреть очень комплексно, потому что не только одно пособие в Риге. Где-то в общей сложности пособий где-то больше 20. Есть, конечно, те, которые одноразовые. Есть, которые, ну, оцениваются ваши доходы и материальное положение. Но, опять же, если я инвалид, у меня 100. Значит, как минимум, мы имеем ваш вопрос рассматривать на 28 евро доплаты. Плюс статус. Значит, что дает статус? Если статус, как минимум, как мы договорились, ну, трут и га, статус... Малой мужчины. Нет. Нуждающийся. Это как минимум, если вы получаете статус нуждающегося, и у вас есть своя собственность в городе Риге, вы автоматически получаете 90% скидки с налога. Это очень много. Вы получаете бесплатное медицинское, государственное медицинское обслуживание. Ну, в том же размере, как любой человек, вы только не платите ни пациентские износы, ни расследования. Даже компенсированные медикаменты, вся часть, некомпенсированная часть оплачивается. Вы имеете также право на пособие по квартире. Если человек инвалидность, как же можем рассмотреть вопрос о помощи уходу по дому, тревожная кнопка, теплые обеды. Обеды на... Ну, тоже есть 6 мест, где по этому статусу можно бесплатно... Ну, обед, первый, второй и компот. Только там надо зарегистрироваться, ну, эталон, администрировать через эту систему. Так что это, опять же, я могу сказать, что можно позвонить по тому же телефону, что мы называли, ну, человеку, да. Вот он как раз на наших экранах. Если человек трудно передвигаться, он может позвонить по тому же телефону, выяснить, какой территориальный центр его обслуживает. Нам передадут информацию, оставьте свои координаты, оставьте себе телефон, с вами свяжутся, и вас посещат на дому, все это разъяснять, познакомиться с вашей ситуацией, если вы никогда не были в социальной службе. Это мы делаем, да. И сразу хочу тогда в контексте добавить, что работники социальной службы имеют, ну, удостоверение, ну, как работник. Всегда, если у вас есть сомнения, спрашивайте. Если есть сомнения, правильная ли это карточка, позвоните по этому же номеру, проверьте. Вот имя, фамилия, там есть работника, фотография, имя, фамилия, моя подпись, печать. Позвоните, спросите. И что всегда запомните? Социальная служба во всей Латвии работает бесплатно. Ни один легальный социальный работник у вас никаких денег, ни на что не спросит. Если вас кто-то спрашивает денег, уже, значит, звоните в полицию. Телефон и информация социальной службы сейчас на ваших экранах. Это 8-0-0-0-5-0-5-5-5. А телефон на прямом эфире передачи «Жень сегодня» 6-7-200-232. И принимаем последний на сегодня телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот у меня статус меняется каждые 3 месяца. Причем деньги не меняются. Ну, минималку я получаю, да. Двое детей, из которых только сейчас сын совершеннолетним стал. И как бы квартирные вопросы я не могу решить, чтобы помогли оплатить мою задолженность за квартиру. Так как статус каждые 3 месяца меняется. И такое ощущение, что пытаются как бы выжить из квартиры. Потому что социальная служба предлагает 300 евро тем, которые уже выгнаны из квартир, чтобы помочь где-то арендовать квартиру. Но какую-то денежную помощь, чтобы сохранить квартиру, нету помощи. Вот я одна воспитываю двоих детей. Вот как это вот понимать? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, вопрос. В общих счетах мы поняли. Нет. Я не могу ответить на этот вопрос. В точности могу сказать, что такое возможно. Что статус меняется? Что статус меняется. Потому что человек воспринимает, ну, денежные средства это одно. А там вот несовершеннолетний стал совершеннолетним. Это уже другой вопрос. Есть какие-то нюансы. Есть какие-то нюансы. Съемное, несъемное жилье. Конечно, у нас есть право рассматривать вопрос о погашении долга. Это за квартиру. Но. Там один нюанс. Во-первых, это только если несовершеннолетние дети. Дети есть или человек с инвалидностью, или пенсионного возраста. Это, ну, как бы, общее такое положение. Но человек должен нам рассказать, ну, доказать, откуда этот долг появился. Если вот рассказ такой, у меня мало денег, я за квартиру не платил, ну, мы будем, наверное, очень скептически на это смотреть. Потому что ответственность человек должен нести сам. Это то, что мы распределяем, это деньги налогоплательщиков, это общественные деньги. Общество дало нам, ну, как бы сказать, такое право распределять эту часть денег. И мы к ним относимся очень уважительно и с чувством долга. То, что я могу посоветовать, во-первых, если есть какие-то нюансы, в каждом территориальном центре есть руководитель. Первый шаг, это должен человек обратиться за разъяснением к нему. И его обязанность руководителя территориального центра досконально все это объяснить. Если ему что-то не понравилось, или он что-то не понял, или он считает, ну, такую интересную идею, что кто-то хочет получить ее квартиру, ну, тогда есть руководитель района. Если это еще не нравится, есть я. Да. Выше меня еще начальник, вот, который говорил, ну, социально, есть начальник департамента. Ну, в конце концов, есть суд, да. Вот, конечно, люди иногда думают, что вот, ну, то, что мы делаем, это, ну, как бы лично к ним. Ну, нету такого. Ну, есть правила, есть процесс. К тому же, заодно могу сказать, что у нас в этом месяце, как бы, есть праздник, и с 13 по 21 марта в Рижской социальной службе есть дни открытых дверей. Вы тоже можете прийти, там вас встретят, объяснят, конкретно вашу ситуацию посмотрят. Может быть, так как более-менее такой, ну, информацию можно тоже получить по тому же телефону или на страничке департамента. Спасибо большое за беседу. Конечно, мы на все вопросы не ответили, но есть возможность действительно посетить дни открытых дверей или позвонить и уточнить какие-то свои конкретные случаи. Я напомню, у нас в студии был руководитель социальной службы Риги Эрвин Салкснин. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам за интерес.